Я рада приветствовать всех, кто присоединился к эфиру Первого городского. Подводим информационные итоги дня вместе. Самые важные и актуальные новости далее в сюжетах наших корреспондентов. В студии работает Наталья Болдинская. Смотрите в выпуске. Реформа образования. В следующем году украинские школьники перейдут на 12-летнее обучение. А вот треть учителей обещают и вовсе уволить. В школы Кривого Рога поступило 250 новых компьютеров благодаря поддержке нашего земляка в парламенте. Мы очень нуждались в этом и очень было тяжело проводить уроки информатики. Ремонтировали, но новые не закупали. На коммунальном предприятии городской троллейбус. Отчитались за год работы. Мы планируем и новые ремонты подвижного состава. Подробности этих и других событий прямо сейчас. Реформа образования. В следующем году украинские школьники перейдут на 12-летнее обучение. В первые классы будут набирать детей с отклонениями психического развития. Все учебники обещают оцифровать, а каждый населенный пункт получит собственную начальную школу и опорные классы. О том, как будет внедряться реформа образования в 2017-м, расскажет Ксения Барвиненко. Уже с сентября в первый класс будут набирать детей с отклонениями психического развития. Для них сначала проведут специальное тестирование под присмотром врачей. А учителя, к которым попадут особенные школьники, пройдут переподготовку. Такое образование называют инклюзивным. По мнению экспертов, подобное обучение поможет детям быстрее адаптироваться в обществе. Сейчас в 23 столичных специализированных интернатах обучается около 3000 школьников. Сколько именно первоклассников наберут в следующем учебном году, будет известно только летом. Подобные классы существуют в пяти школах по всей стране. В основном там учатся дети с нарушениями слуха. С ними регулярно работают логопеды и сурдоврачи. В нашем Болонском районе садочек, которые набирают так же на залоги, как у нас, сниженный слух. И с ними у нас співпраця. То есть дети у них идут в садочек, навчаются, и мы автоматично из наступности, из садочка забираем до первого класса. Но реформа образования коснется не только первоклассник. Со следующего года в Украине планируют вести 12-летнее обучение. Такие аттестаты будут котироваться и за границей. До девятого класса школьники пойдут по общей программе. А после сами смогут выбрать профильные предметы и углубленно изучать их. Но главная проблема в финансировании. Нам потрібно шукать учителів, потому что це збільшується кількість учителів, збільшується кількість приміщень, які будуть задіяні в школі. Це більше пов'язано з якимись матеріальними витратами, з обеспеченням кадрами. Тут теж повинна держава над цим подумати. Со следующего года учебних заведений в стране станет більше. В каждом поселке обещают сделать начальну школу, а регионы получат опорные классы по физике и химии со всем необходимым оборудованием. А вот треть учителей обещают и вовсе уволить. Остальные же должны будут пройти курсы повышения квалификации и получить соответствующие сертификаты. Ксения Барвиненко, Тамара Дмитренко, Первый городской. Новые компьютеры школьникам Кривого Рога. Большогрузную фуру с такой надписью на борту можно было увидеть 26 декабря на трассе Днепр-Кривой Рог. 250 современных персональных компьютеров, преодолев путь в сотни километров, благополучно поступили в пользование учеников 19 городских школ. Беспрецедентное событие стало возможным при поддержке нашего земляка в парламенте. В экскурсию по обновленным кабинетам информатики отправился и Андрей Чечель. Здесь было 11 компьютеров. Из-за того, что они уже вышли из времени, то есть они 20 века, еще прошлого века, они очень старенькие. Их уже списали, естественно, по времени они уже не могут. Осталось полностью монтаж всего проводной системы. Целых два кабинета информатики 69-й школы просто пустовали. Основы программирования последние пару лет здесь преподавали, как говорится, на пальцах. Кто имел возможность, приносил на урок свой личный лэптоп. Остальные попросту зарисовывали его в тетрадях. И никаких улучшений по признанию директрисы школы в связи с низким финансированием не предвиделось. Тем радостнее для нее, для учителя информатики и для шести сотен юных пользователей негаданное пополнение. Отныне на их партах рассуется полтора десятка укомплектованных современных ПК. Мы очень нуждались в этом. И очень было тяжело проводить уроки информатики. У нас учителя информатики свою технику приносили. Ребята приносили свои нетбуки, ноутбуки. Мы очень рады такому подарку, будем говорить новогоднему подарку, который мы получили на сегодняшний день от нашего депутата. Преподаватели компьютерных дисциплин добавляют. Поначалу даже не поверили, искали подвоха. Предполагали, что если технику и вправду выделят, то уж качество ее будет сомнительным. При первом же тестировании все вопросы отпадают сами собой. Александр, учитель информатики со стажем, говорит, такой начинки нет даже в его домашнем ПК. Мы имеем двухъядерный процессор Intel, 64-битную операционную систему и Proce ее поддерживает. Дальше мы имеем 4 гига оперативки и очень довольно-таки объемистый жесткий диск в 1 терабайт. Плюс монитор. Я тоже очень рад именно величине монитора, размеру диагональки и то, что все-таки не старое ЛТшное. То есть вот те, которые есть, плохо влияют на глаза. В данном случае глаза детей будут лучше защищены и, ну, сами посмотрите, картинка более приятная. Эта беспрецедентная акция осуществилась благодаря поддержке Криворожского нардепа Константина Усова. Именно его вмешательство в процесс распределения техники по регионам и принесло как результат рекордные для города 250 единиц. Примечательно, что Криворожский парламентарий дополнительно организовал быструю и безопасную транспортировку всей партии, чуть ли не под порог каждой из школ. Сопровождая цены груз до Кривого Рога, лично глава Металлургического района. Ведь значительная часть багажа окажется на балансе вверенных ему учебных заведений. Говорит, выбивать компьютеры для Кривого Рога народному депутату Усову было не очень-то и легко. Бюрократия вона есть и будет, поэтому справа рухалась дуже не швидко. Але ж, дякуючи включению депутата, зрушилась смесь, и вот завтра мы будем компьютеры выдавать на районы. 27 декабря в спортзале первой школы глава учебных заведений получает сертификаты и заветные ПК. Обстановка неофициальная, скорее камерная, без длинных речей и картинных поз. Все по делу. Из 250 единиц архтехники 180 получают школы Центрального городского, Металлургического и Ингулецкого районов. Это 33-й избирательный округ. Его и представляет Константинусов в парламенте. Но остальные районы города также не оказываются в стороне. В откровенной беседе политик упоминает о киевских кулуарных интригах. Ведь изначально эта рекордная партия не предназначалась для нужд именно нашего города. Новомосковску, Пятихаткам, Магдалиновскому району. То есть везде должны были эти компьютеры появиться, но не в кривом роде. Мы чувствуем эту позицию здесь в городе как бы не первый год. Мы с этим сталкиваемся. Моя прямая задача, чтобы интересы нашего города, нашего образования, вас как директоров школ, как преподавателей, коллективов, которые за вами, и детей, которые за вами, реально не на словах, а на делах, были защищены. Сейчас каникулы. И школьники еще не догадываются о том, какой новогодний подарок ждет их под елкой в кабинетах информатики. То-то же будет удивление с первым звонком 2017-го. Андрей Чечилин, Аданшина, Виктор Зубченко, Александр Бондаренко, Владимир Юрьев. Первый городской. 333 дороги отремонтировали в Кривом Роге в 2016 году. А это 726 тысяч метров квадратных. В Управлении благоустройства и жилищной политики Горсовета говорят, это на 4% больше, чем за прошлый год. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составила более 92 километров. Капитально отремонтировали почти 8 километров. Кроме того, в нашем городе стартовал проект по соцпартнерству с промышленными предприятиями «Криворожский дворик». На придомовых территориях многоэтажек по этой программе уложена тротуарная плитка. На микрорайонах «Восточный» 2 и 3, по Николаевскому шоссе, Катериновской и Тесленко. Благодаря своевременно принятому бюджету и благоприятной погоде в марте месяце начаты работы, что на 2-3 недели раньше, чем в 2015 году. Основными источниками финансирования этих работ есть местный бюджет, субвенция с областного бюджета, а также договора социального партнерства с промышленными предприятиями города. Ремонтировали, переоборудовали, но новые не закупали. На коммунальном предприятии городской троллейбус отчитались за год работы. В 2016-м на нужды рогатых было выделено из местного бюджета 17 миллионов 100 тысяч гривен. На эти деньги коммунальное предприятие капитально отремонтировало 9 троллейбусов. Они уже курсируют по городу. Еще 5 единиц планируют реконструировать и выпустить на улицы города в первом квартале 2017-го. Основная проблема, с которой столкнулось руководство городского троллейбуса, это проведение тендеров и закупка запчастей для ремонта подвижных составов. Также 15 июля уходящего года на маршрут был запущен первый троллейбус с автономным ходом. Он единственный такой в Украине и сейчас работает успешно. В следующем году планируется выпустить еще 4 таких троллейбуса. Также в 2016-м в трамваях появились электронное табло и автоматическое объявление остановок. А молодое поколение порадовал Wi-Fi в рогатом транспорте. Городским бюджетом нам выделено в связи с тем, что у нас остались остатки запчастей и материала с 2016-го года. Бюджет нам выделено еще 9 миллионов гривен. Мы планируем и новые ремонты подвижного состава единиц 9, чтобы как-то выровняться и ремонтировать. И постараться в 2017-м году наладить наши ремонты также до 20 ремонтов в год. Не расплатились, не было чем. Криворская теплоцентраль пока не может отдать 26,5 миллионов гривен долга за налоги государству. На предприятии объясняют, у компаний есть обязательства перед НАК «Нафтогазом». Все доходы, которые поступают от абонентов, передают на погашение задолженности за голубое топливо. Долг перед компанией-поставщиком газа составляет более миллиарда гривен. Около 7% доходов из платежей населения идут на зарплаты сотрудникам, хозяйственную деятельность и аварийные запасы предприятия. Мы еще из этих же денег должны рассчитываться и по налогам, должны рассчитываться и с другими поставщиками и так далее. То есть, ну, этих денег априори не хватает на все, чтобы заплатить вовремя. До 2013 года, пока мы не забрали обратно свои сети, нашим практически единственным покупателем тепловой энергии была КПТМ «Криворожская пламаража». И вот она за тот период накопила перед нами долги тоже более миллиарда гривен. То есть, в принципе, если с нами рассчитается тепломаража, мы сможем рассчитаться с «Нафтогазом». Напомню, государственное предприятие «Теплоцентраль» переходит в частные руки. Процесс приватизации закончится через два месяца. Ночное землетрясение в ночь с 27 на 28 декабря около половины второго. В Румынии произошло землетрясение интенсивностью 5,6 баллов по шкале Рихтера. Отголоски природного явления почувствовали во многих городах Украины, в том числе и в Кривом Роге. Эпицентром сейсмической активности стала горная местность в румынском уезде Вранча. По информации геологической службы США, очаг катаклизмов образовался на глубине 81 километр. Именно в этой зоне соприкасаются восточные и западные Карпаты. Подземные колебания дошли и до нас. Об этом рассказали в соцсетях жители нескольких регионов страны – юга, центра и Закарпатья. Я опять почувствовала землетрясение. Я теперь сейсмограф. А я подумала, глюк, у меня опять посуда в шкафу зазвенела. А сегодня ночью где-то в час 15 опять трясло частенько что-то. Криворожане также ощутили незначительные толчки. Но по информации спасателей и других спецслужб города, после ночного землетрясения к ним никто не обращался. Жертв, разрушений и каких-либо повреждений в Кривом Роге также нет. Легковушка врезалась в маршрутку. 7 человек в больнице. 27 декабря около 8 вечера легковушка лоб в лоб столкнулась с маршруткой. Авария произошла возле остановки общественного транспорта по улице Сечиславской. Шкода «Октавия» вылетела навстречу и столкнулась с маршруткой под номером 397, которая в это время отъезжала от остановки. В результате пострадали 6 пассажиров общественного транспорта. Людей забрала скорая в тысячку. Водитель легковушки говорит, причиной аварии стало временное помутнение сознания. Его с травмой головы забрали в 8-ю горбольницу. Внешних признаков алкогольного опьянения у мужчины не было. На месте работали два экипажа патрульных и следователь Криворожского отдела полиции. Поздравили детей военных, песни, танцы, конкурсы и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В стенах координационного центра помощи бойцам АТО поздравили детей военнослужащих с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Сладкие подарки и игрушки вручили почти семи сотням маленьких криворожан возрастом до 10 лет, чьи отцы с оружием в руках защищали и защищают страну на востоке от внешнего агрессора. Вручили подарки и тем детям, чьи папы, к сожалению, не вернулись с фронта. Напомню, накануне вручили еще три сотни аналогичных наборов малышам военных и детям-аутистам. Вчера и сегодня в несколько заходов мы провели заходы тысячам деток. Дед Мороз, Снегуронька и Кацковые герои приветовали, провели веселощи, разноманитные игры для деток и обовязково были вручены подарки, как солодкие, так и игрушковые. Победили с отрывом в 35 очков. 27 декабря в спорткомплексе КНУ встретились Луцкий Волынь Баскет и наш Кривбас. Однако в этом состязании Криворожская команда выступала в качестве гостя, несмотря на то, что играли в родных стенах. Старт матча для подопечных Валерия Плеханова был неудачным. Провалы в защите и неточные броски позволили Волынь Баскету лидировать в первые 10 минутки. Но уже во второй четверти Кривбас реабилитировался и немного вышел вперед. На перерыв команды ушли со счетом 29-33. Вторая половина матча началась жестко со стороны Кривбаса. Перевес в третьей 10 минутки составил 26 очков. После этого игра перешла в формальность и наши спортсмены довели ее до победы. Абсолютно разные две половины. Первая и вторая. В первой половине не справились с Рудаковым индивидуально. Плюс в нападении была какая-то робость, не забивали свои броски абсолютно свободные из-под кольца. Во второй половине начала получаться наша защита. И сразу оттуда получили свободные быстрые прорывы, забили легкие очки, почувствовали свою игру и все это выделилось в результат. Таким увидели этот день журналисты нашего телеканала. На этом все. Увидимся здесь же. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова